Ну что, здрасте, меня зовут Тальтер, вы находитесь на канале Checker Out, и это прослушка. Моргенштерн. Морген это самое. Уже сколько там миллионов прослушиваний на этом альбоме-то? 51 миллион 718 тысяч 196 прослушиваний. Ну, неплохо, реально, короче, получилась, видимо, легендарная пыль. Давайте послушаем. Я, конечно, понимаю примерно, что меня ждет, но все по ходу дела, наверное, скажу. Погнали, я пыль. А Моргенштерн пыль. Че за... Че так пердит-то все? Это же вообще жесть. Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, кто первый в этом дерьме. И я сажусь в это дерьмо. И я сажусь в это дерьмо. Су-су-у-у! Шесть. Опять. Ну, слишком, слишком все. Прямо дисторшн овер до хуя. Ну, разгон тут был неплохой. Нахер? Ну, нахер так. Четыре украинки. Че-то знакомое. Или я уже слышал просто это где-то. Че-то проигрыш напоминает, не могу понять, че. Ну, вот это пока довольно-таки неплохо. В плане музыки. Не текст. Подача тоже, в принципе, неплохая. Я уже до этого какие-то треки Моргенштерна выделял. Гуэра, по-моему. Вот. И, ну, отмечал то, что, в принципе, у него есть техничность. Ну, это же дерьмо вот какое-то. Такое, знаете, в общем... Не знаю, ну, конкретно этого трека. Но музыка такая, типа, на какое-то время, в общем, потусить, поорать можно под них. Под какие-то, наверное. Но это все забудется. Она, оно. Что это? Да ебаный в рот. У меня нормально все. Че за скринбер? Какая-то шляпа вообще. Эта песня подошла к своему логическому завершению. Окей. Слава богу. Вау, что-то не делал. Слава богу. Да. Я проебал в рыбе. Да. Да. Я люблю вино, смело делаю. Но, но, да. Пиво, бля, кофе, небось не очень. Он все. Все, что это? Я делся, как мышь. Мышь. Я курюга. Ши-ши-ши-ши. Мы на блоки-блоки, дорогие ноги, ноги. Суки присосались, будто они ноги. И я удастся, как было. Скидки, господинка, говори. 4 украинки пока самый нормальный по моему трек слава марлоу это чувак который за бедлом видимо сидел ну слава вот я хочу отметить иногда очень интересный подход ну в чем прикол а ну ребят ну в чем прикол вот сами бы слушали это знаю ну как такое слушать это же пиздец понимаю почему у некоторых бомбила ра-та-та-та-та. Витя Ак Кумир Моргенштерна ну этот фит полюбому плюс вообще Витя не знаю тоже в принципе по битлу неплохо Это уже, по-моему, не первый случай, когда переходит на такой более танцевальный ритм. Ну, прям удивляет Слава Марлоу. Он, наверное, ну реально, вот слушаешь, как будто реально он какой-то псих. Обожает вот такую движуху, но слишком много дисторшина. Сейчас начнется долбежка. Ребят, тут такая тема, в общем, у меня перестала писать камера, ну потому что закончилась память, видимо, или что ли. Я не знаю, короче, глюк какой-то произошел на песне Опа. У меня, ну, кончилась запись. Что я тут говорил примерно? Что это тоже какая-то шляпа. Но на концертах, вот именно на этом моменте, я сказал то, что месиво будет точно, ну вот стопудово на этом треке. И, ну, Слава Марлоу, реально псих, это я уже, по-моему, это, по-моему, вошло. Вот, ну а последняя песня, она меня вообще удивила. Я думаю, многих удивила абсолютно. Она прям такая дипровая. И, ну, это доказательство того, с одной стороны, что Моргенштерн может делать музыку, может делать нормально. Не вот так вот. Вообще, к этому альбому не надо серьезно как-то относиться. Это, ну, это, ну, я думаю, всем понятно, что это просто по приколу записанное дерьмо. Там, ну, возможно, реально за короткий срок. Я, конечно, до конца не верю. Мне кажется, все равно где-то были заготовочки. Вот. Но, возможно, и так. Все может быть. Может, реально он за неделю записал. Но тут, в принципе, особо париться-то и не надо было. Вот. Но, если говорить о реальной музыке, то, ну, за 7 дней это нереально сделать. Ну, прям качественное что-то. Как, допустим, альбом из Криптонита. Ну, вы поняли, о чем я, в общем, говорю. А здесь просто реально сделанное дерьмо, которое схавывают многие. И что, собственно, произошло. И эти слушатели принесли ему неплохие бабки. И в свои годы у него дохуя бабла. За это ему можно, конечно, кинуть респект. Вот. Лучшие моменты прямых эфиров можно было бы посмотреть, конечно. Не знаю. Что еще сказать. В принципе, такие треки, которые можно еще хоть как-то послушать. Это 4 Украинки. Ну, по музлу более-менее интересные, в общем, я говорю. Не по тексту. 4 Украинки. Последняя. И, ну, ра-та-та-та-та, может, все. Забавный был этот красное вино фристайл. Он меня, ну, прям на ха-ха пробил. Еще хотел выделить Славу Марлоу, который все-таки... Он реально, мне кажется, он может что-то сделать. Прям вот, ну, что-то очень мощное по биту. По битам. Ну, и Моргенштерн, как бы, показал, конечно, свою техничность. Но все-таки тексты... Блин, ну, это все вкусовщина, мне кажется. Короче, не знаю. Не надо прям жестко говнить на этот альбом. Я тоже что-то думал, что буду прям вообще разъебывать конкретно. Но, посмотрев там прямой эфир... Ой, прямой эфир. Эфир у Ивана Урганта. Я что-то как-то... Переболел, что ли. Не то, чтобы я... Такой, типа, о, все, ладно, да, заебись. Нет, я же говорю, это... Ну, тут многие треки вообще не заебись. Но респект пацану по-любому. Потому что бабки делает, как хочет. Просто наплевал на своего слушателя. Делает дерьмо. Ну, хавает же, хавает, что? Все. Не знаю, пишите вы... Я не знаю, что еще сказать. Пишите в комментариях вы, что думаете. И так далее. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Check it out. Субтитры сделал DimaTorzok